Это же известный принцип, если ты хочешь иметь то, чего никогда не имел, начни делать то, чего никогда не делал, а мы хотим иметь новое, а при этом все время делаем то же старое и страдаем, а что нового-то в нашей жизни ничего нет, если ты хочешь иметь новое, так ты начни что-то новое, мыслить, поступать по-новому. И когда люди сталкиваются со сложностями, и не просто вот со сложностями, а как с тупиком в своей жизни сталкиваются, то подавляющее большинство людей, вот сталкиваясь с этим тупиком, либо делают больше того, что они делали до этого, надо усилиться, надо еще сильнее, тщательнее, тщательнее, Либо впадают в упадок, в апатию и начинают делать меньше того, что они делают обычно. И всего 3% людей, сталкиваясь с тупиком, начинают делать что-то принципиально новое. Новое. Поэтому, драгоценные, мы и живем такой жизнью, и живем как ты, да в норме. А что такое норма? Нормальность. То есть это как все. То есть ты хочешь как все, нет, я хочу чего-то такого. Почему тогда для тебя норма – это норма? Что-то другое нужно делать. Есть масса примеров. Я помню, как в свое время слышал рассказ про лондонское такси, потому что там в Лондоне очень сложный экзамен для таксистов. Они должны наизусть знать весь город. И только тогда они получают вот именно разрешение быть водителями такси. И один человек, он увидел, он хотел заняться, открыть таксомоторную компанию. Это же годы, там часто годы, чтобы изучить весь лондон, сдать этот сложный экзамен. И тогда он придумал такую интересную вещь. Он сделал два вида такси. Одно обычное, там где было водителей, но их мало таких, которые бы знали город. А второе было такое такси, где было написано, вас будет везти шофер, который ничего не знает о Лондоне, но вы можете сказать ему, куда вам нужно, и самим направлять его. И вы знаете, эта компания стала быстро процветать, потому что немало есть людей, которые хотят руководить таксистами, а не ехать туда, куда они ведут. Почему? Потому что это нестандартно, это необычно. Это и в делах, и в науке точно так же. В 1930-е годы был такой врач в Германии, Фрэмон, Форсман, извините, Форсман. И он работал в клинике, сегодня уже известна эта клиника, немецкая клиника Шарите, он тогда работал. И он там проводил разные эксперименты. И он предложил катетер мочевой использовать для того, чтобы через вену его провести до сердца и таким образом делать снимки сердца. В то время это просто казалось чем-то безумным. Над ним издевались, над ним смеялись, причем известнейшие ученые смеялись. В конце концов, его выгнали из этой клиники. А через почти 50 лет он получил за Нобелевскую премию, этот человек. Вот картина. Вы скажете, пастор, для чего ты нам это все расскажешь? А для того, что то же самое, те же самые принципы работают и в духовной жизни. Когда мы с вами открываем священное писание, мы видим массу примеров, когда правильный ответ был у единиц, у Ноя. Помните, когда он решил строить ковчег? А большинство, что? Как наш восьмой класс? Они проголосовали, что Ноя делает глупости. Его решение неверное. У нас тут ни морей, ни океанов. А он такой кораблище задумал строить. Ну, в своем человеку или не в своем. И смеялись над ним, и издевались над ним. Почему? Да потому что большинство всегда неправо, когда речь заходит о действительно сложных задачах.